Министр образования Андрей Ванец встретился с учащимися Брестского государственного колледжа легкой промышленности и принял участие в республиканском информационно-образовательном проекте «Школа активного гражданина». В рамках проекта одним из главных вопросов стало обсуждение машиностроительного комплекса как одного из ведущих отраслей экономики стран. В формате открытого диалога главой ведомства с молодыми людьми было отмечено, что машиностроение является опорой и движущей силой экономики страны, играет важную роль в социально-экономическом и интеллектуальном развитии государства и по праву считается фундаментом всего промышленного комплекса. У нас ежемесячно проводится фактически такое традиционное уже мероприятие, как «Шаг школы активного гражданина». В этом месяце у нас очень серьезная, очень важная тема гордости за Беларусь, а именно наш машиностроительный комплекс, это наша химическая промышленность, это вопросы производства минеральных удобрений. В целом, конечно, эти три отрасли формируют во многом где-то одну треть в целом нашего внутреннего валового продукта, и нам есть по праву здесь чем гордиться. Когда говорим про отрасли машиностроения, безусловно, это наши флагманы, это наши рекордсмены-большегрузы, белазы, это узнаваемые во всем мире наши трактора, безусловно, это наши электробусы, и здесь мы видим очень серьезную динамику, в том числе и с точки зрения профессиональной ориентации наших учащихся, с точки зрения выбора профессии. Безусловно, на лицах каждого из ребят читали заинтересованность в данной теме. Им было интересно узнать, в чем главное преимущество продукции белорусского машиностроения, почему ежегодно обновляется перечень специальностей по подготовке специалистов, химиков в учреждениях образования, специалисты каких профессий востребованы в калийной промышленности и где их готовят. Такие встречи нужно проводить побольше, чтобы дети смогли пообщаться с интересными людьми, важными, и узнать что-то для себя. Такие встречи очень важны для молодежи, чтобы министру узнать получше нас, что мы хотим, а нам задать вопросы и получить на них ответы. В рамках рабочей поездки министра образования особое внимание уделялось и вопросам, связанным с профилактикой наркопреступлений в молодежной среде. Министр образования отметил, что проблемы вовлечения несовершеннолетних в преступления, связанные с оборотом наркотических средств, сохраняют свою актуальность. Сегодня нас достаточно серьезно волнует вопрос увеличения задержания наших несовершеннолетних по решению вопроса наркозбыта. Это очень важная проблема, серьезная проблема, и мы ее сегодня не обошли стороной. Очень детально обсуждали для того, чтобы понять, какие новые формы и методы профилактики нам применять. Все сошлись во мнении, что очень важно сегодня не просто доносить информацию о том, что это противоправная деятельность, она подразумевает очень серьезные сроки заключения, ну и организовать живое общение с теми ребятами, которые в настоящее время уже находятся в колонии, отбывают сроки, потому что, когда они видят этот пример, то каждый школьник, каждый учащийся, будто колледж или университет уже понимает, это не чье-то горе, не чья-то беда, а она коснулась конкретного человека, этот конкретный человек делится соответствующим опытом. Значительная часть таких правонарушений выявляется благодаря руководителям учреждения образования. Это говорит о том, что каждый из них старается сработать на упреждение и делает все возможное для того, чтобы проблема не усугубилась. Очень правильный акцент сегодня был взят на то, чтобы сосредоточить свое внимание на профилактике. На профилактике, именно на создании атмосферы, которая нетерпимости к употреблению наркотиков, так должно быть, и на выработке, будем так говорить, в обществе иммунитета к этой общественной болезни. На завершение мероприятий в рамках рабочей поездки министра образования был поднят вопрос молодыми людьми про распределение. Ведь, как известно, молодого специалиста без опыта работ далеко не каждый наниматель хочет брать на работу. В нашей стране сохранена система распределения, гарантированного предоставлением первого рабочего места. Такой молодой человек получает статус молодого специалиста. Это соответствующая 20-процентная надбавка к окладу, это возможность предоставления общежития, постановки льготной на очередь строительства жилья. Это все очень серьезные меры, стимулирующие поддержки. Конечно, мы прекрасно понимаем и те молодые люди, которые заканчивают платную форму обучения, они точно такие же наши выпускники, и они имеют право тем, чтобы воспользоваться возможностью стать молодым специалистом. Это не говорит о том, что мы будем обязывать наших выпускников платной формы обучения распределяться, но то, что мы будем активно предлагать, использовать такую возможность и показывать ее преимущества, безусловно, это работа, которая ведется, и это не является новшеством текущей учебной кампании, текущего учебного года. Данная практика уже закреплена в Кодексе Республики Беларусь в образовании и применяется уже на притяжении ряда лет. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Продолжение следует...